появилась идея делать короткие видео мы будем их делать по понедельникам и наверное по пятницам чтобы заполнить пустоты в нашей сетке и это будут некие рассуждения на какие-то темы если у вас есть предложение что мы хотим обсудить и что было бы интересно обсудить и осмыслить в том что происходит в республике да и собственно стране мы с удовольствием эти ваши предложения выслушаем и возможно реализуем в последние годы мы имеем все меньше и меньше возможности политического самовыражения нам нельзя ходить на митинги нам нельзя свободно рассуждать о многих вещах нам нельзя даже теперь уже упоминать некоторые факты истории и так далее и так далее все больше и больше всяких ограничений придумывать наше любимое государство дабы не подвергнуться какому-нибудь неприятному сравнению но мы все еще сравниваем и в последнее время у нас здесь башкирии все чаще и сравнивают бытность хамитова и хабирова команду хамитова сками с командой хабирова ну и вот это сравнение нам все еще доступно действительно уже три года власти ради фаритович и потому я позволю себе порассуждать и посравнивать вот это вот то что было при хамитове и при хабирове в контексте кадров и его команды но первое что приходит на ум конечно разница в том что команда хабирова это исключительно одноразовый продукт никаких шансов на дальнейшее использование при другой власти у людей которые максимально активно себя позиционируют как люди хабирова нет это конечно во многом для них трагедия есть среди этой группы лиц конечно и осторожные всякие аскан и скандеры ахметвалеевы которые аккуратно перешли из команды хамитова в команду хабирова при этом совершили некий кадровый скачок но таких людей меньшинство большинство же тех кто должен был каким-то совершенно неприличным образом доказать свою приверженность свою верность хабирова тем самым обрубив любые другие возможности где-то пристроиться устроиться в дальнейшем другое место потому что вот настолько они поклялись в верности есть конечно и хамелеоны ну вот например алинара иванова которая поклялась на всех известных и книгах в том что во время хамитова она вовсе не работала на хамитова оказывается работала на хабирова была верным шпионом хотя я вполне допускаю что так оно и было в том смысле что очень многие сливали информацию и в москву когда хабиров работал там каким-то служащим в администрации президента и тогда когда хабиров уже ушел в красногорск хотя не думаю что их много особенно конечно трагично а судьба тех кто кого не звали в эту команду и кто в нее влез словом говоря насильно да это всякие шамиль и валеева и прочие которые ну вот этих кого я называю приживалками те которые ну уже понимая что их не берут выбежали вперед начали отплясывать рвать на голове волосы посыпать себя пеплом но только чтобы их заметили их используют конечно на самых грязных подсобных работах там где уже ну нужны одноразовые персонажи вот запустили отработали и про по сути выбросили потому собственно к чему я все это сравнение веду на к тому что из команды хамитова перешло в нынешнее управление республики достаточно большое количество людей а вот из команды хабирова в следующую итерацию власти перейдет конечно минимальное количество людей это будут единицы мы видим какую сейчас турбулентность набрала эта самая управленческая команда мы видим как ну печальны те результаты которые уже начались подводиться три года все-таки приличный срок и потому наверное время уже задумываться над тем кто же будет руководить республикой буквально в ближайшие годы может быть через год через полтора я думаю что мы будем наблюдать процесс смены власти в республике а значит и смена команды и уже пожалуй что многим надо задуматься стоит ли запрыгивать в этот последний вагон их судьба будет трагичной я имею до тех кто в последний момент в лес в эту систему и эта система бац и исчезает соответственно они также как и остальные теряют шанс на дальнейший карьерный рост в общем конечно очень любопытные процессы происходят а возвращаясь к сравниванию и сравнению команд хабирова и хамитова тут конечно увы сравнение не в пользу хабирова его управленческая команда слаба и монотонно в своем желании что-нибудь урвать но ничего не делать соответственно конечно тут сравнивать собственно и нечего что-нибудь Субтитры подогнал «Симон»